Это слово самого Господа. Если говорит Господь, сердце человека должно приходить в трепет. Если говорит Господь, человек должен становиться на колени. Если говорит Господь, человек должен благоговеть перед этим словом, потому что это Бог говорит. К сожалению, сегодня эти слова утрачивают смысл, свою силу и актуальность для многих людей. Этих три слова, они не приводят человека в это состояние. Ну и что Бог говорит? Ну и что? Я хочу одно письмо прочитать от Господа. Почему-то Бог положил его на сердце мне сегодня в вашей церкви. Это книга откровения, которую очень редко верующие читают. Но они обязаны ее читать, потому что со многими событиями связано будущее наше, которые описаны здесь со всеми событиями. Иисус Христос здесь представлен очень красочно. Образ его увидал однажды Иоанн, и когда он увидел его, он пал к ногам его как мертвый. В этой книге Господь послал несколько писем нескольким церквям, ангелам этих церквей, пресвятерам, мужиям, женам, детям, членам церкви всем. Господь послал свое обращение, свое послание. Кто-то делит эти письма на какие-то исторические периоды времени, кто-то воспринимает их абсолютно буквально, и актуальными не являются абсолютно все сейчас, потому что это все Божье Слово. Одно из самых загадочных писем я хочу прочитать сейчас. Это книга Откровения, 2 глава, с 18 текста. Следующие слова мы читаем здесь. «И ангелу Феотирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану, знаю Твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых, но имею немного против Тебя, потому что Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я отдал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». «Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, и если не покаяться в делах своих, детей ее поражу смертью, и разумеет все церкви, что я и есть им, испытывающие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в феотире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени только то, что имеете, держите, пока приду. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышать, что дух говорит церквам». Оказывается, что то, что говорит Бог, не все люди слышат. Слышит лишь тот, кто ухо свое направил в сторону Божьего голоса. Бог говорит ясно, четко и понятно. Бог не говорит размыто, Бог не говорит двухсмысленно или с намеками, Бог говорит четко, ясно и понятно. В этом суть Божьего слова. Осталось только услышать, что же Бог хочет сказать. Я не буду сегодня вдаваться в подробности исторического описания церквей или городов. В Малой Асии их было семь, которых было направлено эти письма туда. Но вот мы прочитали, что ангелу феотирской церкви напиши. Мы о феотире знаем немного, всего лишь то, что говорит история. Да, своеобразный большой городок, в котором было очень много промышленности. Как и правило того времени, всегда это был языческий городок. Это был город, в котором было очень много идолов, где люди поклонялись им, где были капища, куда люди ходили и совершали жертвоприношение бесам, дьяволу, где имели они общение, где совершались всевозможные оргии, где совершались, друзья, мерзости, беззакония в глазах Бога. В этом городе Бог зажигает светильник свой, его церковь. Там образовывается светильник Божий, и люди начинают из язычества приходить, мы скажем так, к христианству. Я бы не сказал так просто, к христианству они начали приходить от тьмы к свету, от неверия к вере, от дьявола его власти к Богу. Вот там зародилась церковь. В этой церкви, как и во всех других церквях, Бог поставляет своих служителей. Для чего? Для того, чтобы они пасли Божьи стадо. Чтобы они наблюдали, чтобы они воспитывали, чтобы они направляли, помогали, врачевали. Бог поставляет старших служителей, епископов, присвятеров, других людей, которые ответственны за церковь. Братья и сестры, это была прогрессирующая церковь. Мы замечаем это из 19 текста, где сказано так, что последние дела твои, они больше первых. Она шла по нарастающей. Так называемая, динамически была развивающаяся очень церковь. Но, как и везде, там, где есть люди, бывают и есть проблемы. Даже там, где есть два человека, уже есть проблемы очень часто. В этой церкви была проблема, которую Господь решил не просто обнажить и вскрыть. Заметьте, друзья, задача Бога всегда не просто показать или обнажить нас изнутри, вскрыть гнойники, вскрыть инфекцию, эту греховная зараза внутри нас и высмеять. Это задача дьявола. Задача Бога показать, что есть проблема и задача Бога показать, что есть выход из этой проблемы и что этот выход реально только в одной личности, имя которой Иисус Христос. Задача Христа помочь человеку. И смеетте, братья и сестры, что у Христа была претензия к этой церкви, совсем небольшая. Казалось бы, на первый взгляд, совсем небольшая. Почему? Потому что она сокрыта в этом слове. 20-й текст. Но имею немного. А я хотел бы спросить, Бог, неужели ты не можешь посмотреть на все остальное, чего много? На любовь, на служение, на веру, на терпение, на то, что последние дела мои больше первых. Неужели ты ни на это не обратишь внимание? Почему тебя это немного интересует? Потому что, братья и сестры, Божья природа это абсолютная святость. Божья природа это безгрешность. В конце концов, когда мы откроем последнюю страницу этой книги Откровения, мы прочитаем, что туда, где Бог, продолжите дальше, ничто, нечистое не войдет. Если Бог видит какую-то нечистоту в моей жизни, в моем сердце, она не устраивает его. Даже если эта нечистота стала близко мне, родственна мне, я ужился, свылся, свыкся уже с ней, я сросся с чем-то то, что является мерзостью в Божьих глазах. Братья и сестры, что или какая претензия была у Христа к ангелу этой церкви? В чем заключалась эта претензия Бога к ангелу этой церкви? Посмотрите, что сказано. Но имею немного против тебя, потому что ты что делаешь? Попускаешь. Братья и сестры, что такое попустительство? Что такое попустительство? Это снисходительное отношение, я бы так сказал. Терпимое такое отношение к совершаемым противозаконным действиям. Или же допущение того, что не должно быть разрешено. Понятно, друзья? Это допущение или разрешение того, молодые люди и старшие, что не должно быть разрешено. А что не должно было быть разрешено в Божьей Церкви? То, что делала эта женщина по имени Изавель. Интересно, братья и сестры, что больше о ней ничего нигде мы не читаем. Вот однажды только здесь в этом тексте Писания мы встречаем этот образ женский по имени Изавель. Да, мы в Писании еще раз встречаем одну женщину с подобным именем. И Изавель, заметьте, дважды, когда мы встречаемся с Изавелями в Библии, мы встречаемся с негативными образами. Первый из них это была жена Ахава. Где он ее взял? Он ее взял на стороне. Он не взял ее там, где должен был брать, а где должен был брать из своего народа, из Божьего народа. Он увидел эту красоту, в которой однажды, в которой понуждался и взял ее себе. Что сделал эта Изавель? Она, друзья, привела в ужасное состояние народ Израиля, народ Божий. Она ввела его, видала поклонство. Это были Ваалы, Астарты, это были боги, это было все, что угодно. Она ввела его в страшное отступление от Бога и уничтожила всех пророков, господних и так далее. Это была женщина. Друзья мои, женщина на очень многое способна, если ей дать право. Потому здесь претензия к Богу стоит следующая. За то, что ты попускаешь жене и Изавеле первое, что делать? Учить. Бог не дал право женщине учить. Не дал. Не знаю, почему, но Бог не дал этого права. Право учить принадлежит мужчине. И среди двенадцати апостолов почему-то Иисус не избрал ни одной женщины. Заметьте, друзья, я абсолютно ничего не говорю против женщин. Я говорю о библейской позиции, о подходе. Она назвала себя пророчицей. Она начала выступать посредником между Богом и людьми. Передавать так называемые Божьи слова. Это была лжепророчица. Бог не давал ей на это право. Она назвала, это была самозванка в этой церкви. Но что интересно, она была член феотирской церкви. Что она делала еще, братья и сестры? Она учила людей, я думаю, что это большинство были молодые люди, она учила людей, что любодействовать это не грех. Знаете, что значит любодействовать? молодежь, знаете, что такое любодеяние? Это действие сексуального характера, но которое совершается вне брака. И она учила, что можно одной ногой быть в церкви и одной ногой стоять в мире и совмещать эти две жизни. Она учила, что здесь ничего страшного нет. Это была родственница учению Николаитов в то время, когда они учили, что не нужно держаться особых принципов морали, можно быть и христианином и одновременно сидеть в капище и есть идоложертвенные вот там, становясь соблазном для многих верующих людей. Эта женщина взяла это право на себя, Бог не дал ей это право. Но что самое интересное, что тот, кто отвечал за эту церковь, он закрывал на это глаза, он снисходительно смотрел на это все. Я думаю, одна из причин может быть, потому что она была очень влиятельной и богатой, а деньги очень многое делают, да, очень многое делают. И если, к примеру, в церкви есть бизнесмен, один, второй, третий, ох, как служителя с ними считается, это же люди при деньгах, это же люди, которые деньгами могут многое сделать, это рычаги управления. Друзья мои, эта Бог не дал на это право ей. Я хочу сказать, что возможные причины того, что происходило там, были следующие. Почему попустительство происходило там? Возможно, это был обыкновенный страх перед людьми, а возможно, это был обыкновенный страх перед людьми. Я скажу, что Пилат, который предал Христа, он понимал, что его предали зависти. Я понимаю, друзья, что этот Пилат, он был тоже просто человек, и когда я исследую его личность для себя, я нахожу, что он был обыкновенный трус. Потому что они орали, кричали, сильно очень. И Пилат, когда увидел эту разъяренную толпу, он понял, что он ничего не сделает с этими людьми. Они должны добиться своего. И Пилат струсил. Это страх перед людьми. Он сделал то, друзья, что Пилат не должен был делать. Он знал, что Иисус невиновен. Он должен был его отпустить. Но он этого не сделал. Жена пришла и сказала, ничего не делай праведнику всему, потому что я многое пострадала за него. И Пилат сдал позиции. Будучи человеком, который имел право и власть, верши справедливый суд, он поступает против своей совести. Потому что страх, обыкновенный страх перед разъяренной толпой. Братья и сестры, иногда причиной попустительства является просто нежелание портить отношения. Понимаете, чтобы, ну, так, всем быть хорошим, чтобы так и овцы были целы, и волки были сыты. Иногда, чтобы все было хорошо, нужно смазать, сгладить, что у нас все прекрасно, у нас все идеально, и люди хорошие, и церковь хорошая. Ну, хоть Господь сейчас у нас на небесах. Иногда бывает, братья и сестры, что причиной попустительства является слепая любовь. С этим очень ярко, четко знакомы родители, которые влюблены очень часто в свое чадо. И если чадо их нагло обманывает в глаза, нагло, я свидетель многих таких картин, когда сын нагло обманывает маму, я его лично вытаскивал из этой квартиры, он говорит, мама, я там не был, и мама ему верит. Это слепая любовь, друзья, и она играет отрицательную роль в нашей жизни, она имеет последствия. И очень часто, когда мы влюблены в кого-то или во что-то, мы снисходим, мы опускаем, мы верим всему, что этот человек говорит. Почему? Потому что я без ума от него. Это неправильно. Это причиной попустительства, друзья, может быть иногда лицеприятие, которое в нашей жизни происходит. Если кого-то я милую, а кого-то нет. В семье Исаака и Ревекии произошло разделение. У каждого появился свой ребенок в семье. Это было лицеприятие, естественно, что не должно быть ни в семье, ни в церкви, ни на работе, нигде. Но причиной попустительства иногда ну это кто? Это Петя, ну это Петя можно, а это Ваня. Ване нельзя. С Ваней спустим три шкуры, а Петя все прощается, потому что я где-то там Петю больше немножко люблю, нежели Ваню. Иногда бывает, друзья, что причиной попустительства является мое личное, личное постепенное отступление от Бога. Я хочу сказать, что последствия всегда есть. В данном тексте мы читали, что она имела через это учение очень влиятельные рычаги на людей. Это было психолог, это была женщина твердого духа, она знала, что она делает. У нее появились последователи, те люди, которые начали понимать так, как и она. Но одно было но, она находилась сама в заблуждении и других вводила в это заблуждение. Что значит заблуждение? Это начать верить лжи или неправде. Интересно. Интересно. Мы сейчас на это посмотрим, братья и сестры. Посмотрите, справедливая реакция Бога всегда, когда человек попускает что-то в жизни, она есть. И как последствия разные, так и наказание от Бога, оно очень разное. В данном случае Бог дал ей время, что она делала, в том, что она понимала неправильно и взяла на себя роль учить, но она не покаялась, она не сделала выводов. Господь говорит, я накажу тебя, я не буду это терпеть. В церкви моей, где имя мое должно светиться, не должно быть никакого греха, даже если его очень немного. Братья и сестры, первый вид знает, о чем идет речь? Это идет речь даже хотя бы в том, насколько я понимаю и знаю Господа. Как я понимаю Бога для себя сегодня? Кто Он для меня лично? Знаете, когда знание Бога это одно, но познание Бога это совсем разные вещи. Знать о Христе можно и выучить Евангелие наизусть, но никогда Христа не знать. Можно быть всегда сидеть в собрании здесь и ни одного из них не пропустить, но никогда в церкви не оказаться. Можно быть у Голговского креста, но никогда не получить прощение. Можно быть где-то рядом с Царством Небесным, как однажды сказал Иисус, но в Него не войти. А так было рядом, близко все. Поэтому очень часто бывает, друзья, что попустительство начинается с нас самих где-то внутри. Павел говорит Тимофею, держись образца здравого учения. Братья и сестры, держаться легко или нелегко? Очень нелегко. Попробуйте. Держаться это проявлять усилия, правильно? Это что-то, друзья, то, что ты взял, нужно держать. Почему? Потому что Иисус говорит 25 текстом в этом письме, только то, что имеете, держите. Бог не будет за нас держать. Он нас просит об этом. То, что мы имеем, то, что Он нам дал, то, что Он нам верил, держи это, как огромную ценность, как самое большое сокровище в твоей жизни. То, что имеете, держите. В другом месте Павел пишет, ты о том же Тимофеев говорит, а ты говори то, что сообразно со здравым учением, то, что соответствует этому учению. Оказывается, не только самому нужно держать этот образец в своем сердце, эту планку Божьей святости, но и говорить о ней нужно там, где ты живешь, в твоей семье, там, где ты учишься, там, где ты работаешь, там, где ты служишь на каком-то месте, куда Бог тебя поставил. Братья и сестры, почему? Почему нужно держаться и говорить, потому что этому же Тимофею Павел говорит, придет время, когда этого здравого, чистого Евангелия не будут принимать, что будут делать? Избирать будут учителей, которые были в стиле слуху, в украинском переводе Библии написано очень понятно и четко, якиб лоскоталы их не в ухо. Понимаете, о чем идет речь? Взрослые люди, попробуйте ребенку пощекотать или мужу или жене, это приятно, и которые будут делать приятно, говорить приятно, настолько приятно, что вы будете вот так в восторге от них. Каков должен быть христианин, кто бы здесь не стоял, какой бы чин здесь не стоял, какой бы, друзья, сам не стоял, какими бы погонами, я бы так сказал, духовными он не обладал, какого бы он ни был, ни был фамилии, родства, имени, приходите домой, берите эту Евангелию Божию, и все, что здесь слышали, начинайте сверять, образец здравоучения здесь, в Божьем Слове, и если кто-то что-то будет говорить вам не то, говорит, браток, не надо нам, ты что-то начитался, ты где-то уже отучился, ты что-то уже привез нам не то, что, в чем мы были научены, братья и сестры, потому Павел говорил Тимофею, а ты пребывай в том, в чем научен, зная, кем ты научен, потому что придут лжеучителя, придут лжепророки, и это будут и Изавели, и это будут Николаиты, и это все кто угодно, придут они, они уже есть, их очень много, и что самое печальное, что люди верят им, легко ли держать, нет, нелегко, потому Павел говорил Галатам, вы стойте, стойте, проявляйте усилия в той свободе, которую даровал вам Христос, послание к одной из церквей, Иисус обращается, говорит, а ты будь верен до смерти, в этом тексте, который мы прочитали с вами, в этом тексте 26, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, Бог ценит верными людьми, которые до конца хранят Его Слово в своем сердце, и об этом Слове говорят, очень часто, очень часто люди в своих проблемах, они винят не себя, кого-нибудь другого, скажите, в том, что происходит в вашей жизни, кто виноват? в том, что происходит в вашей семье, кто виноват? В том, что происходит в вашей душе, в вашем сердце, кто виноват? И очень часто мы ищем крайнего, это началось с Эдема, правильно, да? Мы эту цепочку знаем, виновата церковь, что я делаю, когда церковь виновата? Я иду в другую церковь, правильно? Благо, их в сакраменты очень много, можно обойти до конца жизни, или не обойти, все, не понравилась одна, иди в другую, не понравилась третья, пойди в десятую, церкви идеальной не найдете, нигде, ни в одном штате, ни в одной стране не найдете идеальной церкви, потому что церкви не состоят из ангелов, они состоят из людей во плоти, но которых Бог поставил на путь освящения, сказал, иди, и больше что? Не греши, иди, и вот то, на что я буду обращать твое внимание, реагируй, если я буду говорить тебе, сын мой, дочь моя, вот это в твоем сердце, в твоей внутренности, не нравится мне, это мерзость пред Богом, это не чистота, это то, что является грехом, это то, за что я отдал сына своего в жертву за грехи на крест, иди, и больше не греши. Братья и сестры, иногда говорят, что плохие проповедники, нечего слушать, и идут туда, где отвисает челюсть, ох там проповеди, ох там говорят, пойду в американскую, пойду еще куда-то, почему, вот там слово. Друзья мои, если ты имеешь открытое ухо, то имеющий ухо дослышит, и услышишь из любой проповеди, самой ничтожной, самой немощной, самой простой, от самого-самого старика, услышишь, если открытое ухо, если не гоняешься за людьми. Братья и сестры, очень часто мы обвиняем время, да, в том, что со мной происходит, мы обвиняем культуру страны, мы обвиняем многие вещи, только не я, Господь, только не я виноват в моих проблемах. Но я хочу сказать, что когда Анания пришел к Петру, то апостол Петр говорит ему следующее слово, Анания, а зачем ты? Зачем ты? Он не сказал, Анания, что виновата Сапфира, Анания, виноваты твои родственники, и такая испорченность твоя греховная, Анания, зачем ты? Это говорит, друзья, о личной ответственности каждого из нас перед Богом. Личная ответственность каждого из нас перед Богом. Зачем ты? Другими словами, зачем ты разрешил то, Анания, что не должен был разрешать, зачем ты разрешил себе в своем сердце солгать Богу? Братья и сестры, а что, это так плохо? Ну, подумаешь, ну, чуть-чуть. А вот это то чуть-чуть, что Бог назвал в этом письме «Имею немногое». Вот это немногое Бога не устраивало, и Анания и Сапфира падают мертвыми перед Богом. Братья и сестры, когда-то сказка была такая, когда мы в школе учились, я вспомню, не помню, кто там ехал, лиса на повозке или волк, но кто-то из них просился, дай я одну лапку положу. Вы помните это? А потом говорит, ты знаешь, а можно еще одну лапку положить туда? А потом можно и еще одну лапку положить. И в конце концов, когда уселся, эта тварь уселась на эту повозку, эта повозка развалилась. Допустить что-нибудь мелкое, маленькое в своей жизни. Друзья, скажите, пожалуйста, когда у нас, у нас, у наших родителей, у наших дедушек вставал вопрос об алкоголе? Когда? Когда, дедушки, я вас спрашиваю, когда не вставали эти вопросы, почему они сегодня стоят? Попустительство происходит. Внутри самого себя я начинаю себе разрешать то, что не должен разрешать. Я в баньку иду сегодня с пивом, я на день рождения сегодня спрашиваю, ты что будешь? Какое красненькое, беленькое, или какое тебе нравится? И многие другие вещи. На свадьбах, на христианских мероприятиях сегодня это становится нормой и начинает оправдываться это Божьим Словом. Иисус там сидел, Павел разрешил Тимофею на вечере Господней. Да и вообще это неплохо для здоровья, аппетита и многие другие вещи. Я вспоминаю, учился я в школе. Букварь был в школе. Кто с букварем учился? Я не знаю, как у вас, я в украинской школе учился, я открывал первую страницу. Знаете, что было написано в букваре на первой странице? Дети этого не знают. Там написано было так. Все починается в жити с малого. С краплинки дождь. С проминчика зоря и Ленин наш, кулись свою вошку дорогу, також почав из букваря. Это было написано неверующими людьми, которые четко понимали, что в жизни огромные вещи случаются не сразу. Оно где-то с маленького, с зародыша, из самого маленького зернышка где-то начинается, а потом приводит огромной беде. Братья и сестры, Соломон неплохо шел, очень неплохо начал. Что случилось потом? Что случилось потом? Он начал разрешать себе вещи, которые не должен был разрешать. Бог положил табу, вето на это. Бог запретил смешиваться с чужими народами, брать себе жен оттуда. Соломон это сделал, и это стало причиной его отступления и падения от Бога. Сегодня многие вопросы встают в христианстве, сегодня вопросы встают наркотиков, реабилитационные центры забиты сегодня детьми верующих родителей. братья и сестры, сегодня музыка встает на план, и говорят, сегодня разницы нет какая, главное, чтобы там были христианские слова. Это и Изавель с ее учением, она вводит в заблуждение Божий народ. И Бог говорит епископу, пастыре этой церкви, я имею немногое против тебя. Ты попускаешь, ты разрешаешь то, что не должен был разрешать. Скажите, пожалуйста, почему сегодня изменилось представление о наготе? Почему? У кого оно изменилось? У Бога и в его слове, или нет? Или у нас людей? У нас людей. И то, что раньше было стыдно в мире, братья и сестры, не в церкви, в мире, о чем я говорю, чтобы женщина показала свое нижнее белье, чтобы ее увидел кто-то из посторонних, это был стыд и срам. Сегодня, сегодня посмотрите на себя каждый. И пусть Дух Святой каждому человеку скажет, попустительство моей жизни происходит или нет. Прежде всего, моего познания Бога. Каким я представляю Бога для себя? Каково его учение? И стою ли я в тех позициях Божьих, которые однажды я получил в своей жизни? Братья и сестры, время неумолимо уходит. Я хочу сказать две мысли еще, может быть, сегодня. Второй момент, это когда я попускаю кому-то, когда в моем подчинении находятся люди, когда я попускаю моей жене или моим детям. Скажите, пожалуйста, вы помните очень хорошо, красочно историю Илья и его семьи? Это был папа, который был священник. Это были дети, которые служили. Но заметьте страшные вещи, которые Бог сказал. Пять причин, которых Бог сказал об этих детях. Они не знали Господа, первое, это самое страшное, когда жертвоприношению причащаются или приступают люди, которые Бога не знают. Но они религиозно активны, они заняты. Второй момент сказано о том, что они не знали долго священников по отношению к народу. Отец не научил. Они, друзья, отвращали народ от жертвоприношения, сказано так. Они спали с женщинами, которые приходили туда, к скине собрания, чтобы Богу поклониться. Друзья, не пахнет ли это вам и изовелью? Они говорили, что можно стоять у жертвенника Божьего и одновременно вот так жить. А Бог говорил нет. И когда Бог обратился к Илью как отцу, к чему это привело, братья и сестры? Это привело к неестественной смерти этого отца. Это привело к гибели его детей. Это привело к тому, что ковчать Божий, святыня Божья, там, где Бог обитал, был взят. Это привело к тому, что все его потомство, оно умирало в средних летах. И каждый с ужасом ждал своей смерти, будучи где-то лет сорока или, может, немножко больше. Они прекрасно знали, что они несут на себе проклятие. За что? За что, друзья? За то, что Бог объявил это отцу. Что Бог сказал ему? За то, что ты знал и не обуздывал своих детей. если вы думаете о том, что происходит в нашей христианской семье. Почему отцы не имеют силы и власти, данной Богом? Потому что где-то в своей жизни они допустили попустительство и отступили от Бога. И потому у них нет морального права говорить что-то детям. У них нет силы говорить детям. Потому что их жизнь перед Богом не в порядке. Бог говорит за то, что ты знал Илью и ничего не предпринимал. А что Бог дал право? Бог дал право учить, воспитывать, запрещать, наказывать. Бог дал право. Это отца. Братья и сестры, знал и не обуздывал. Он сам не делал. Нет, нет, Ильи был хороший. Он закрывал глаза, ему стыдно было признать, что это плохо. Но что интересно, что это не просто были дети, а это были дети священника. Друзья, Бог наделяет каждого отца, я сказал, правами и обязанностями. У них есть предел. Это послание было адресовано ангелу Феотирской церкви. Последняя моя мысль, ответственность за церковь, которую Бог ложит на служителей. Почему происходит очень часто то, что происходит, друзья? Потому что происходит попустительство. А оно происходит, потому что все мы люди. Ведь мы же хотим, чтобы церковь была большая, правда? Ведь мы хотим, чтобы было много членов церкви. А как это сделать? А как это сделать? Очень простой рецепт. Очень простой рецепт. Это нужно просто иногда пожертвовать библейскими принципами. И люди пойдут в церковь. Нужно снизить планку морали. И люди пойдут в церковь. Поверьте, пойдут. Нужно разрешить разводы и повторные браки. И люди пойдут. Нужно, знаете, никого ни за что не наказывать, не дисциплинировать, и люди пойдут. Не говорить о грехе, не говорить о покаянии, проповедовать только любви. Сделать возможным использование любой музыки в храме Божьем. Назвать себя нанденимейшн сегодня. С разумытыми принципами и границами. Говорить, что Бог смотрит только на сердце. Я хотел бы сегодня спросить, почему такая разница между церквями. Однажды спросили у моего отца Александра Георгиевича, почему вам удалось в столь сложное время сохранить так церковь? Он сказал, братья, это большая ответственность, которая лежит на нацию. Она стимулирует всегда меня быть псом, который лает. Вы замечали собак в Америке? Замечали? Они такие найс. Их можно погладить. С ними можно поиграться. И собака как не собака. А предназначение собаки какое? И очень часто мой отец приводил, смотря на служителей, он очень часто приводил эту фразу из Писания. Братья, вы сегодня уподобились псам, немогущим лаять. Может быть, это грубо, может быть, это где-то жестко, но оно записано в Божьем Слове, и Бог сказал об этом. поэтому так хотелось чтобы каждый из нас сегодня проверил свою жизнь. Учителя льстящие слуху, друзья, это те очень часто, которые вознаграждение имеют за это. А вот тот, кто разницы нет, будете вы ему платить или нет, но будет говорить истину всегда, истину будет говорить везде, так как она есть, это человек Божий, это человек Божий. Мы сейчас идем к молитве. Я вспоминаю последние, я вспоминаю 90-е годы, когда открылись границы. Что пошло, братья и сестры? Пошли финансы, пошла гуманитарка, пошли спонсора, но не это главное пошло. Знаете, что пошло к нам? Учение пошло. Вот это беда. И то, в чем мы были наставлены, научены, в том, в чем наши славянские церкви прошли испытания гонениями, трудностями, переживаниями, наши братья начали за деньги сдавать позиции. Мы начали покупаться на эти дешевые тряпки, потому что пришли финансы. Я так хотел бы, чтобы мы понимали, что для верных Бог обещает. Вот мы прочитали с вами то, что Бог обещает для верных. Есть награда у Бога. Те, кто стоят, те, кто держат то, что имеют до конца. Вот Бог ценит теми, кто стоит и держит до конца. Верующие, о чем я хочу попросить сегодня у Бога? Господи, помоги мне стоять и держать до конца, чтобы когда я приду в вечность, я мог увидеть там своих детей, я мог увидеть там свою жену, я мог увидеть всех моих братьев и сестер, которые были со мной. Пусть благословит нас Господь, читая Евангелие, иметь ухо, открытое от Бога, чтобы слышать, Господи, где я сегодня? И в том положении, где я нахожусь, кто виноват? Друзья, никто, только я сам. Не вините никого, и пусть Господь нас всех благословит выход, выход во Христе. Поэтому есть возможность, склоняясь на колени, к Нему приходить и сказать, Боже, Ты меня знаешь, а Господь говорит, знаю и дела, и служение, и веру, и терпение, все знаю, что нужно Богу, открытое, честное сердце. и Продолжение следует...